Северный писатель Денис Владимирович Макуриным Северный писатель Денис Владимирович является членом Союза писателей России. Он родился 10 июня 1981 года в поселке Каменка Мизенского района. В пятилетнем возрасте переехал с родителями в поселок Холмогоры Архангельской области. В 1996 году закончил Холмогорскую среднюю школу. В 1999 году – Вологодский строительный техникум. В 1999 по 2001 год служил в армии, где участвовал во второй чеченской кампании. В 2001-2013 годах жил в городе Вологда, затем снова в селе Холмогоры. Работал мастером-прорабом. В 2015-м после тяжелой аварии увлекся литературным творчеством. Пишет рассказы, сказки, повести о детях и для детей. Есть произведения и для взрослых читателей. «Сказки», – говорит писатель, – «это мой взгляд на фольклор Архангельской области». Попытка привлечь внимание к легендам нашего края. Денис Владимирович является автором книг «Морские волки», «Макароны в тюбике», «Кот Семен», «Половедра сгущенки» и другие. Это рассказы, сказки и повести для детей и взрослых. А мы с вами сегодня подробнее познакомимся с повестью, сказкой «Кот Семен». Сюжетом для сказки «Кот Семен» послужила история, опубликованная в газете «Мурманский вестник» в 1994 году. Кот-путешественник сиамской породы потерялся в Москве, когда семья возвращалась с юга, а спустя шесть лет изрядно потрепанный Семен показался на пороге их квартиры в Мурманске. В сказке «Кот» рассказывает автору удивительные подробности своего путешествия. И пусть образ говорящего кота не нов в сказках, главное здесь – любовь к своему дому и хозяевам, заставляющая его преодолевать множество препятствий. В пути помогает тем, кто в этом нуждается, например, спасает работниц кружевной фабрики от мышей. «Кот Семен» учит юных читателей замечать красоту окружающего мира, быть добрым, чутким и видеть счастье в житейских мелочах. Ну что ж, а теперь давайте начнем читать книгу. «Здравствуйте, люди добрые! Давайте знакомиться. Вот я, к примеру, в лесу живу, и в том лесу я самый главный. А раз я там хозяин, так мне и за порядком приглядывать. Поэтому я каждый день свои угодья обхожу, слежу, чтобы деревьям просторно рослось, а еще чтобы соловьям красиво пелось. Зверей от гостей непрошенных охраняю. Ну и чтобы всякий, кто в тайгу вошел, не шалил, порядок не нарушал и вреда моей роще не причинял. А уж если кто ведет себя неправильно, не по закону пусть пеняет на себя. Только вы не думайте, что раз мне мхи да лишай не кемелея, что раз борода у меня да усы, то я сразу же леший. Что вы, лесничий я, лесничий! И вот я жил, не тужил, обыденно службу нес. Только понадобилось мне как-то в соседнюю рощу наведаться. И что бы вы думали, я там ни с того ни с сего говорящего кота повстречал. Вы скажете, сказочка, говорящих котов не бывает. А я отвечу, а вот и бывают. И никакая это не сказочка, а самое, что ни на есть, правда-правдашняя. Потому что все сказки начинаются в тридевятом царстве, тридесятом государстве. Ну, или на молочных реках, да кисельных берегах. А моя история в самом обычном лесу приключилась. Лес как лес, сосны, шишки и мох. Ничего сказочного. Его у нас еще тайгой называют. А то, что кот говорящий, так это времена нынче такие. Двадцать первый век. Правда, время года тогда в самом деле какое-то волшебное стояло. Сами посудите, лето с шумной листвой уже отступило. А зима с вьюгами и метелями еще не пришла. Сугробов не намело, а ели и сосны уже инеем покрылись. Все ягоды вокруг замерзли и превратились в леденцы. Как говорится, на любой вкус и цвет. Тут тебе и черничные, и брусничные, и какие только хочешь. А на лужах тонкий ледок стал, Который охотно и звонко хрустел под ногами. Куда не посмотришь, сказка, да и только. И вот шел я по бескрайним просторам нашего севера. Шел быстрым шагом, морозец подгонял, По делам поспешал. Час был в пути или даже два. Притомился от ходьбы, решил отдохнуть. Огляделся вокруг. А передо мной избушка на курьей ножке. Из трубы дым коромыслом. А над дверями у избушки вывеска. Чай, кофе, добро пожаловать. Я подумал, вот и отлично. Обогреюсь, отдохну, дух переведу. И дальше в путь дорогу. А курья нога – это распутье дорог, если вы не знали. Одна дорога в Санкт-Петербург, Другая – на Мурманск, Третья – в Архангельск. А четвертая, куда вела, я не ведаю. На юг куда-то, куда все птицы зимовать улетают. Я уже почти до избушки дотопал. Тут на перекрестке кот очутился. Он по той дороге вышел, что на юг ведет. И тоже к избе направился. Кот на задних лапах шел. А через плечо небольшую котомку на тросточке нес. Котя чапал не спеша. А я диву давался. И чего только в тайге не увидишь. Мы с котом познакомились, разговорились. Ну и в избушку вместе вошли. С виду он был обычный, ничем не примечательный. И схудалый только. Злохмоченный немного и помятый. Ну и до разговоров еще охочий. А в остальном кот как кот. Уши, хвост, умное лицо. Оказалось, что кота Семеном звать. Полное имя Семен Николаевич породы Сиам. Это тот самый кот, что из Москвы до Мурманска шесть с половиной лет пешком шел. О нем еще потом в газетах писали и по радио обещали. Может, слышали? Честно признаюсь, я не знаю, как Семен потерялся. То ли забыли его в Москве, то ли он сам за мышью погнался и отъезд проворонил. Семен не рассказывал. Только видно было, что разлуку он тяжело переносил. Все за хозяев своих переживал. И думу думал, как они без него, не пропадут ли. Оттого и торопился, как мог, и подолгу на одном месте не засиживался. Вот и в этот раз мы с ним в избе, где чаем угощают, посидели, пообщались. После чего он котомку через плечо перекинул и снова в путь отправился. Но пока я чай фуськал, не спеша, по-деревенски, Семен мне много чего успел поведать. И я с удовольствием вам нашу беседу перескажу. Ну что, дорогие читатели, а о том, какая это была беседа и какие были приключения у кота Семена, вы узнаете из повести сказки Дениса Макурина «Кот Семен». Если возьмете ее в библиотеке и захотите прочитать.